Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости Анапы-регион в студии Ирины Меркурьева. Здравствуйте. Итак, сегодня выпуски. Помощь аграриям. В следующем году сельхозкооперативы поддержат грантами. Дорога и добра. Анапские предприниматели продолжают предновогодний марафон добрых дел. Гордимся нашими спортсменами. В спортивных учреждениях города подводят итоги уходящего года. Глава города Сергей Сергеев продолжает встречи с общественностью, выражая слова признательности и благодарности тем, кто в уходящем году внес особый вклад в историю города-курорта, кто составляет его гордость и славу. Спорт – любимая тема. Несмотря на экономические сложности года, для развития спорта сделано немало. Развивать физическую культуру и спорт – принципиальная позиция руководства города и главы лично. По его словам, детей и подростков необходимо отвлечь от гаджетов. Не так давно в городе приняли бюджет на будущий год. Львиная доля в нем – социальные расходы. Самая большая статья – образование. В ней предусмотрены в том числе средства на содержание девяти спортивных школ. В нынешнем году 362 раза анапские спортсмены становились призерами российских соревнований. В копилке анапчан – 7 первых, 22 вторых, 4 третьих места на международных турнирах. Все, что зависит от нас, мы будем делать для вас. Вы нужны анапе. Каждый из вас внес свою лепту в том, чтобы анапа звучала на различных уровнях тренировочных процессов, соревновательных процессов и так далее. Вместе с тем массовость также важна. Сегодня физкультурой и спортом занимаются практически половина жителей муниципалитета. Строятся открытые площадки. Фактически с нуля построили новый скейт-парк. Реконструирован бассейн в детско-юношеской спортивной школе «Виктория». Продолжаются работы в бассейне школы номер 7, а также в зале школы «Олимп» в поселке Виноградный. В планах директора создать там особый спортивный кластер. Мы будем развиваться, если к нам будут приезжать спортсмены, проводить там сборы высокого класса. Мы же на этом будем только расти. Поэтому, если такая возможность у нас появится, я думаю, что это нужно подключать. На их примере молодежь будет расти. Тем временем в Анапе, скорее всего, появится аллея спортивной славы. В настоящий момент идет конкурс на лучший проект. Согласованно комиссией, определено место данной аллеи. Запланировано на улице проспекта «Революция» между улицами Чемноморская и Ванагаулца. Глава поддержал инициативу, отметив, что это также реклама спорта. Он заявил, что открыт для идей. Сегодня есть виды спорта, которые можно и нужно развивать на городском уровне. Это баскетбол и волейбол. Или, например, гребля. В плавнях Анапки есть все условия для этого. Сергей Сергеев призвал формировать предложение, а со своей стороны пообещал поддержку. Также он поручил найти помещение под шахматный клуб и провести работу с председателями спортивных федераций. На этих должностях должны трудиться люди, способствующие развитию спорта реальными делами. В 2017 году в Краснодарском крае поддержат грантами сельхозкооперативы. Об этом вице-губернатор Андрей Коробко сообщил накануне. Со следующего года планируется увеличить суммы грантов для начинающих фермеров. До 3 миллионов рублей смогут получить аграрии, желающие начать заниматься разведением КРС местного и молочного направлений. Начинающие фермеры по иным направлениям деятельности могут рассчитывать на грант до 1,5 миллионов рублей. Также будут увеличены суммы грантов на развитие семейных животноводческих ферм. При этом одно из условий – сумма полученного гранта не должна превышать 60% от собственных затрат. В региональном минсельхозе напомнили, что в настоящее время на территории Краснодарского края зарегистрировано 146 сельскохозяйственных потребительских кооперативов. В Краснодарском крае уже зафиксированы несколько сотен случаев заболевания гриппом. Несмотря на то, что большинство жителей привились от этого вируса, количество заболевших растет. Как рассказали в Анапском отделе Роспотребнадзора, на курорте пик заболеваемости ожидается в середине января. В крае зарегистрировано 374 случаев гриппа в настоящее время, 19 случаев зарегистрировано в Анапе. Это все сезонный грипп, но ждем мы грипп, повышение заболеваемости, ждем в середине января, феврале месяца. Заболели в основном непривитые и заболели беременные женщины, которые не захотели прививаться, хотя имеется вакцина, не опасная вакцина, предназначенная для вакцинации именно будущих мамочек. Местному населению, конечно, сейчас уже прививаться поздно, проводилась компания прививочная, местному населению уже прививаться поздно, нужно запасаться противовирусными препаратами, укреплять свой организм, витамины, здоровый образ жизни, обильное питье, беречь себя. Если вы почувствовали симптомы заболевания, специалисты настоятельно рекомендуют не посещать общественные места, обязательно обратиться в медицинские учреждения и соблюдать постельный режим. И к другим новостям. Анапские предприниматели продолжают предновогодний марафон добрых дел. В специализированном детском центре с кафе и игровой комнатой ребята, которым по самым разным причинам требуется дополнительное внимание, встретились с Дедом Морозом и Снегурочкой. Давай, сейчас. Вот ты запиваешь, а ты подбиваешь. Дай тебе на второй микрофон. Лису родилась елочка, лису она разла. В зале 27 ребят самого разного возраста. Они поют, читают стихи, водят хороводы и становятся героями самой настоящей новогодней сказки. Еще раз он поет. Педагоги, которые сопровождают юных анапчан, говорят, что такие выходы в свет ребятам в их возрасте необходимы. Это важно и полезно, потому что дети выходят в социум, они общаются, они ведут себя более раскрепощенно. И они, по крайней мере, видят, что к ним относятся по-доброму. В четырех стенах тоже сидеть. Нужно посещать мероприятия. Им не поднимается настроение, потому что это самооценка. Они очень рады, довольны. Детский центр с кафе и местами для игр существует 4 года. Это коммерческое предприятие. Здесь можно оставить ребенка на несколько часов или организовать детский праздник. Владелец бизнеса говорит, что благотворительность совсем не разорительна. Напротив, все получают удовольствие от процесса. Я считаю, что одеяло нельзя только на себя тянуть. Надо делиться, уметь. Все 4 года организуюся дня открытия. Приглашаю и «Дорогу добра», и «Ника». И в этом году еще пригласила других. Как и полагается, гостям вручили новогодние подарки. Это уже не первая акция в рамках предновогоднего марафона добрых дел. Так бесплатные экскурсии прошли в единственном в своем роде музее науки. Здесь можно узнать о природных явлениях, о работе механизмов. Практика показала, что в городе достаточно неравнодушных бизнесменов. Успешным был год для анапских борцов греко-римского или, как его еще называют, классического стиля. В первой детско-юношеской спортивной школе базы для данного вида спорта подвели промежуточные итоги. Арам Задаян и Армен Акапян заняли третье и второе место на всероссийских турнирах. Они вошли в сборную России. Наставники говорят об успехе. В прошлом году таких результатов не было. Также один из воспитанников школы сдал норматив мастера спорта. Кандидатов в мастера в этом году не три, как в прошлом, а четыре. Греко-римская борьба пользуется большой популярностью в Анапе. Этим видом спорта занимаются около тысячи человек. Ранние итоги подвели в спортивной школе номер четыре, где специализируются на дзюдо и самбо. Там отметили, что 27 воспитанников заняли призовые места на соревнованиях разного уровня, в том числе мирового. Так, в копилке Дарьи Типчук второе место на первенстве мира по самбо. Говорит, год был непростым. Чтобы попасть в сборную, нужно было побеждать серьезных соперниц. Савва Каракизиди только открыл себе дорогу к международным соревнованиям, впервые выиграв чемпионат России под дзюдо. Надежда Павлова занимается дзюдо меньше года. А в ее активе уже есть золото Всероссийской спартакиады среди слабовидящих, которое проходило в Сочи. Она намерена развиваться дальше. Говорит, что в Анапе для этого есть все необходимые условия. До одного из самых ярких праздников года остались считанные дни. Смогут ли анапчане порадоваться в новогоднюю ночь настоящему зимнему морозу? И будет ли погода благоприятствовать длительным прогулкам на свежем воздухе в дни праздничных каникул? Мы узнали у главного синоптика края Андрея Бондаря. Будут в виде дождя, мокрого снега. Ночью возможен переход в мокрый снег. Дневные температуры в первую декаду мы прогнозируем по Черноморскому побережью, по Анапе положительные. Это температуры такие, как от плюс 3 до плюс 8 градусов. В отдельные дни, особенно на солнце, в солнечных местах даже до плюс 10. К сожалению, вероятность осадков также существует и в первую декаду. В связи с тем, что мы будем находиться в зоне фронтальных разделов территории края в целом, к середине декады, ориентировочно 6-7 числа, возможно понижение температуры за счет прохождения холодного фронтального раздела днем до нулевых отметок. Ночью же температуры будут в целом после новогодней ночи, скажем так, с отрицательными значениями. А я напоминаю, что наш генеральный партнер, производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300.